Что произошло? Происходит это каждый день. У нас нет культуры отношений на самом деле. Я допъясняю, что измена, это не пение, палочки, хлопочки, что-то другое. Измена, она в сердце находится. И по факту мы особо и не любим друг друга, если так разобраться в личной жизни. Потому что любовь, она очень любовь у природы имеет. Любовь, она же абсолютно бескорыстная вещь. А мы влюбляемся, каким наслаждаться друг другу. В этом нет бескористки. Так, если я, почему я с человеком хочу жить? Потому что я хорошо с ним. Так, это наслаждение. И любовь, она совсем трудно привлекает. Наслаждение означает эгоизм. То есть я использую человека, который находится рядом, для того, чтобы быть счастливым рядом с ним. Это не любовь. Наступает время астрологическое, и это у всех бывает в семье у каждого человека. В результате этого времени люди не чувствуют наслаждения друг от друга. И так как мы привыкли, что кто-то нас должен наслаждать, поэтому вступает такой момент, что человек не может уже жить просто так, с своим близким человеком. А испытывать счастье в настоящих отношениях мы не можем, потому что их нет. Мы не научились служить друг другу, мы не научились внутренней жизни. Мы человека не знаем, с которым мы живем внутри, в сердце своем. То есть мы не знаем, что вот он есть вот так, а чтобы в сердце с ним быть близок, для этого нужна внутренняя жизнь, нужно молиться каждый день, нужно желать счастья друг у человека. Это происходит не во время отношений, а за ним. Внутренняя жизнь – это жизнь вне отношений, когда ты сам устроишь отношения к человеку, находясь на едине с собой. Мы этим не занимаемся. Чтобы этим заниматься, надо учиться любить. Мы не учимся любить, мы учимся наслаждаться. Мы не даже не учимся, а просто наслаждаемся любить. Когда наслаждение заканчивается, это происходит в доступе, в какой-то момент оно заканчивается. У всех людей так бывает. Это влияние планеты, так действует. Человек не может быть счастливым, а он хочет наслаждаться. В результате у него появляется потребность, чтобы кто-то его наслаждал. и так как потребность есть, короткое замыкание, которое происходит с кем-то, взаимно. А дальше уже начинаются отношения, потому что у нас в культуре нет такого, что на чужую женщину смотреть стыдно, а у женщины нет фруктуры не улыбаться чужим мужчинам. Нет такого фруктуры. Потом у нас есть фруктуры, что мы можем дружить, допустим, на работу. То есть есть дружка между мужчиной и женщиной. Можно дружить, допустим, где женщина понравилась, ты с ней дружишь сначала на работу. А потом, ну, естественно, так как уже появилась привязанность, то она незаметно превращается в постель. Это все происходит очень незаметно. Понимаете, и все, то есть и дальше, когда болезнь начинается, это называется болезнь разума, потому что человек сам не соображает, что происходит, он просто хочет быть счастливым. Это изначально в природе человек, который желает быть счастливым. В это время человек забывает, так как уже давно нет вот этих вот теоретных чувств, он забывает, почему если есть дети, когда он начинает виски отношения с другой женщиной, дети тоже уже становятся чужими. Или почти чужими. Им тоже нет сильной привязанности. Это все происходит в результате влияния культуры. Это не результат того, что человек предал. Понимаете, предал, это когда был верным и предал потом. Но знаете, я вам одну вещь скажу, если человек к настоящему, два человека развивают, вот настоящее отношение, какие их надо развивать. Мы даже не догадываемся об этом часто. Потому что первый этап этих отношений, это когда ты служишь близкому человеку, появляется ощущение его глубины, его чистоты. Вот, мы, допустим, женщина-ребенка рожает, у нее ничего хорошего ведь не сделать, да? Но так как он открыт полностью, она чувствует его духовную природу, его чистоту, и она это поэтому любит. И она почти он служит, естественно. Но служит совсем другое. Нуж наслаждает просто и хочется наслаждаться и он устанавливает. При этом не факт, что ты видишь его глубину. Мы не видим особенно глубины друг друга, мы просто хотим наслаждаться. Если ты не наслаждаешь, тогда мы начинаем подгираться при струде, выносить их мозги. Это не любовь. Любовь, это когда ты просто служишь человеку и от этого испытываешь счастье. Ты сделал доброе дело ему и благодарность от него в твое сердце пришла. Вот это любовь уже. Она рождает сначала терпимость в себе, или как ворусский сказать, способность терпеть. Вот это и терпишь человека в себе недостатки, потому что ты служишь ему. Следующая стадия уважения, ты начинаешь больше видеть, тем хорошим начинаешь уважать. А потом следующая стадия это верность уже после уважения. Верность означает, что отношения настолько глубокие, что изменить невозможно. Ну то есть, вот допустим, вот вы любите ребенка сегодня, да? Взяли его, вышли он весь в своей жизни. Это возможно? Нет. То есть, так же, если ты верен своему действующему человеку, ты не можешь изменить ему. Это невозможно. Поэтому сам факт смены означает, что отношений не было. И это 90%. 90% случаев. Не думайте, что это только ваш случай такой, и обычный. 90% случаев. Чтобы вы знали, что происходит реально, для этого реально, чтобы понять, надо узнать статистику. статистика такова, что сейчас цифры может быть не вспомню точно, на 178 миллионов браков у нас в России приходится 154, по-моему, миллиона расходов. Это означает 80% разводов. Ну то есть, это 80% случаев люди изменяют люди. То есть, дорога не сходит и это результат непонимания, что такое любовь. Мы не знаем, что такое любовь. Это проблема. Мы не знаем, что любовь, это не просто наслаждаться друг другом. Любовь, это развивает, это работа над собой серьезно. И любовь, один человек сам развивает в сердце с другим. Это происходит наедине с собой. Это не то, что мне он... Я наслаждаюсь, значит, не наслаждаюсь, значит, не будет. Наслаждение обязательно закончится в себе, если же. Обязательно в каждом сфере. Вот этот балбеж, который мы так все стремимся, который мы хотим вечно, чтобы... Какое-то... вот этот балбеж, он заканчивается почему? Потому что, смотрите, мы говорили о глубинных психических функциях человека, и говорили, что у нас здесь есть как бы глубинная память об области сердца. Там есть хорошая карма или долгочестные человека, хорошие просто поступки или плохая карма, плохие просто поступки, плохие желания. когда люди смокрят друг на друга мужчина и женщина, то мужчина, когда смокрят на женщину, он вытаскивает из нее хорошую карму, взгляды, если есть гармония по сердцу. И результате она становится такой очень хорошей, очень хорошей становится с ней. Вот не такой, как обычно совсем. Она такая хорошая, все время согласная. Вот. все время застенчивая становится очень хорошей становится. И он тоже становится. Она тоже смотрит на него изнутри. Она шикарно выходит, он такой «Ты по картине спеши, я не прекрасен, может быть старушен, зато пришло не красив, но я не так». Знаете, все пошло, поехало, из него поперло, и начинается медовый месяц, они любят просьбы друг друга, это не любовь, это божественная сила, она открыла самым лучшим людям, для того, чтобы они поняли, к чему подростковиться. Чего-чего это с любовью имеет, это тема-версия «Try and Light». отец священник, я читал «Откровение народа», священника православного, он отнавелся вопрос, как научиться любить, он сказал, что «Ты помни всегда самое лучшее, то, что видел с самого начала близкого человека, и к нему так относись, молитвой, вспоминай о том, каким ты видел, и служи к этому лучшему к нему. Не потому, что ты сейчас видишь, а лучшему к нему служит. И тогда ты с ним с лучшим установишь отношения, то есть с настоящим. Ты с ним настоящим установишь отношения, когда появится верность, верность есть, любовь не кончается. Она всегда хорошо будет. Надо мне напомнить, что я сделал виды похожи сейчас на все сколько месяцев. Я надеюсь, что я ответил на эту очень сложный вопрос. Понимаете, то есть есть еще такой ответ, что просто так не изменяем. Ну, то есть есть причина еще очень глубокая, но всегда два человека виноваты в таких ситуациях, не один. Поэтому надо простить, если вы не можете молиться, что Бог дал силу, и надо емить в Москву с ним вместе, жить дальше. Просто поймите, что общество такое, что мы все изменяем взглядом, улыбкой, дружбой с чужими женщинами, у нас нет чистоты в отношении к другу, у нас культуры не хватает и правил. Как действует записка, написанная в церкви за уроку родственников, которые давно оставили свое тело, если душа смертная и может она уже превратилась в другую хилю. Как действует? Я вам сейчас расскажу то, что я чувствую во время молитвы. Когда я начинаю молиться и поклоняюсь своему наставнику, в какой-то момент я начинаю чувствовать с ним связь, отношения. И потом я начинаю чувствовать как эти отношения идут глубоко в сердце и там они создают чистоту, порядок чистоты. Но так как в сердце находятся все родственники, они тоже начинают вспоминаться в одном моменте. И когда ты не переключаешь свое внимание на родственников, продолжаешь служить святому человеку, то ты начинаешь чувствовать, что восприятие родственников меняется. Они становятся более возвышенными и чистыми в твоем восприятии. Ты начинаешь воспринимать иначе. Близкие люди вспоминаются. И это означает очищение отношений. В это время с ними устанавливается связь на тот фунт пламени, который невидим. Эта связь есть всегда и у каждого человека в сердце, с каждым, кто рядом с ним находится. Эта связь нужна по многим причинам. Допустим, у человека тяжелый перевод. В жизни его сейчас должна сбить машина. И если он связан, у него есть родственники, то все родственники в этот момент отдают ему часть своего благочестия, чтобы его машина не сбила. Это происходит подсознательно, мы даже не знаем об этом. Просто иногда человек чувствует тревогу и вспоминает кого-то. В этот момент как раз ему нужна помощь. Поэтому когда мы точно так же, когда человек уходит с этого мира, связь остается, она не теряется никуда. мы свечку ставим и когда мы начинаем молиться за человека или просим, чтобы кто-то молился, в это время мы думаем о нем и он очищает, ну как бы его судьба улучшается. Вот так это действует. Понятно, да? То есть этот мир очень глубокий по своей природе. Хоть мы и считаем его таким очень примитивным, что купи-продай, но на самом деле он очень глубокий и мы в сердце это чувствуем, все знаем. Я молюсь каждое утро о пищу, освещаю, слушаю только духовную музыку. Круто. У меня сейчас упадок сил наступил. Все дни одинаковые, несмотря на духовную жизнь. Что делать? Продолжать молиться? Все то же самое. Упадки сил все равно наступают. Хоть ты делаешь, хоть не делаешь, но если ты не делаешь, не работаешь над собой, этот упадок сил приводит к катастрофе. Как раз во время этих упадков сил развиваются злокачественные опухоли, развиваются разрушения отношений, развивается то, что человека выгоняется работой, то есть необратимые какие-то ситуации в жизни развиваются, когда у нас упадок сил, когда у нас нет сил. Понимаете? Но когда человек находится на этой платформе контакта с высшей силой, то есть он занимается духовной практикой, то этот упадок сил не разрушает, а он упадок сил остается, но связи не разрушаются. Понимаете? Потому что этим упадком сил мы начинаем всех напрягать, но если родственники напрягаются, они остаются родственниками, если начальник на работе напрягается, он выгоняет. Зачем ему напрягаться? Что он сумасшедший, что ли? Иногда родственники бросают, когда очень сильно напрягаются. Когда человек уже невыносимо жить с нашей судьбой рядом. Мы-то думаем, я им ничего плохого не делаю, но это же действует изнутри. Мы же не видим, как это действует. Действует судьба, человек бросает, он не может просто ему невыносимо жить становится. Потому что просто так близкого человека ведь не бросишь. Да не отвечу на все ваши вопросы можете нести. Это невозможно. Это мне надо три дня здесь сидеть отвечать. Я же не могу быстро раз и все. Вот. То есть идея в чем заключается? том, что мы очень сильно привязаны друг другу. Спасибо. Мы очень сильно привязаны друг другу с родственниками. И просто так не бросишь поэтому. Чтобы бросить надо с тебя, чтобы судьба близкого человека сильно напрягла. Поэтому если вас кто-то бросил, ну скажите ему спасибо за то, что жил хотя бы. Потому что он старался как мог. Я уверен. А если бросил и не старался, значит тогда вообще нет проблем. Это значит что у вас ничего и не было вместе. Что делать для благостного зачатия ребенка? Если мама нагадала на руках рождение неблагополучных детей от мужа. Во время гадания мы еще не были женаты. Мама была против мужа нагадала. Сейчас в ноябре планируем зачатие но страх предсказанного есть. Имеет ли место гадание? Это действительно моя карма. Но мама у вас такая очень возвышенная женщина она знает вашу карму. Вообще карму другого человека может знать только святые люди. Но есть одна особенность святых людей. Они никогда не портят никому жизнь. Святость означает любовь, чистота. Не означает нагадала плохих детей своей дочери. Видите, мы как сильно зависим от мнения других. Это значит, что мы никак не работаем над своей судьбой. Это как раз по сегодняшней теме самосовершенствования вопрос. Смотрите, чем отличается человек, который занимается самосовершенствованием от того, который не занимается. Мы все живем под влиянием судьбы. К нам кто-то относится как-то, мы печалимся. Если плохо относится, радуемся, что хорошо. Это жизнь или нет? Жизнь? Нет? Нет? Это просто пустая трата времени, потому что жизнь понимаете? Это когда человек трудится, вот допустим к ним плохо относится, он начинает желать счастья этому человеку. Это труд. Это есть жизнь. Жизнь это труд, это служение людям, служение отношениям. А когда человек зависит, мама плохо сказала, все, ну повесься. Ну то есть это означает нет жизни, понимаете, нет жизни. То есть человек полностью зависит от того, что происходит, все, нет жизни. Я не завишу, а меняю ситуацию. Вот видите, вы пришли, чтобы я поменял вашу ситуацию. Я меняю. Но вы свою менять не хотите. Это означает, что я живу вашей жизнью, а не вы. Понимаете? Ну как бы мы пришли сюда для того, чтобы все поменять, да? Чтобы научиться жить своей жизнью. Тема лекции самосовершенствования. Итак, что делать с предсказанием мамы? Здесь вопрос, проблема не в предсказании мамы, а в том, что она не хочет, чтобы вы жили вместе. Такое бывает. Это означает, что мама настолько сильно привязана к дочери, что она считает ее жизнь своей жизнью. Перепутала чуть-чуть. Но это уже не санкционированная вещь. То есть мать совершает греховный поступок в этом случае. Как победить? для этого нужна связь с чистотой. Понимаете? Мы часто с мамой и с папой связаны больше, чем с Богом. Поэтому мы зависим очень сильно от их грехов. Мама с папой начали грешить, и мы уже не можем жить нормально. Это означает неправильное понимание вещей. Человек больше всего в жизни должен быть связан с наставником, с Богом, с молитвой, с священным писанием, а не с мамой и с папой. Чтобы была позитивная сила в основе жизни, а не негативная. Мама с папой могут хорошо себя вести, могут плохо. Но святой человек никогда плохо себя не ведет. Священное писание никогда себя плохо не ведет. Поэтому если мы связь сильно устанавливаем с правильным объектом, мама плохо ко мне относится, она сказала, у меня родится плохой ребенок. Хорошо? Я обращаюсь за помощью к тому объекту, в которого я верю. Я начинаю читать Священное Писание и чувствую, что Бог меня защитит. Или я молюсь, или я вспоминаю своего наставника, или просто святого человека, или просто заступника какого-то святого. Вспоминаю и болюсь ему, и хочу с ним больше отношений более глубокие иметь. Если у меня с ним восстанавливаются глубокие отношения, мнение мамы отступает, потому что вот допустим смотрите, допустим я сейчас вам кому-то скажу, а вы меня вообще не знаете, у вас будет плохой ребенок родиться. Ну и пошел ты очкарик на все это четыре стороны и до свидания. Почему мама сказала и так сильно повлиял? Потому что связь сильнее. Но надо значит устанавливать еще сильнее связь с тем, кто влияет хорошо. Молитесь святому, чтобы он защитил от негативной связи, это плохая связь будет уничтожена, у вас сердце будет спокойно и вы будете начинать хорошего ребенка. Потом мама скажет ошиблась, ошиблась, простите, все хорошее у меня, хороший внучок родился, ошиблась. И все, на этом все закончится. Мы настолько глупые, что мы не знаем, что говорим на самом деле. Что то ляпнули и все. Особо ведь нет вот такого глубокого понимания, что слова меняют судьбу. Поэтому не надо им большого значения придавать. Какой смысл в этом? А вот знаете, я вам хочу сказать, что энциклопедию в трех томах писать не надо. Я не смогу ее прочитать, всю эту энциклопедию, потому что у нас мало времени. Надо суть излагать очень коротко, потому что я все равно в общих чертах будут давать потому что люди хотят, чтобы я за них прожил жизнь. То есть, чтобы я разжевал, все сделал, они проглотили. Классно? Но так не работает система. Это невозможно. Поэтому короткая записка. Вот что делать в таких ситуациях? Есть ли в ведах ответ на вопрос разницы возраста между супругами? Вот коротко очень. В нашей ситуации мужчине 18, а девушке 23. Отлично. Никаких проблем нет. Значит, разница, существует такой порог действительно возрастной. Больше 14 лет меняются генерации поколений. То есть, это зависит от движения Сатурна. Полоборота Сатурна по Зодиаку 14 лет, а Сатурн он меняет восприятие мира. Каждый 14 лет меняется восприятие мира. То есть, меняется мир очень сильно. И люди, когда рождаются, больше 14 лет они уже друг друга сложнее понимают. Им трудно понять друг друга. Но все равно можно жить, если у людей общий интерес, общие цели. До 14 лет разница, если мужчина старше, хорошая разница. Если женщина старше, старше, больше 6 лет уже начинаются проблемы. Но они начинаются в бездуховных отношениях. То есть, если люди занимаются духовной практикой, самосовершенствованием, они могут и в раз больше разница жить вместе счастливы. Это все зависит от того, что будет дальше. Потому что, смотрите, женщина стареет, а мужчина молодеет. Мужчина с возрастом старается более могущественным, влиятельным, сильным, а женщина теряет свою силу. Поэтому и стараются, чтобы мужчина был постарше, женщина помладше, чтобы с возрастом осталось равновесие, понимаете, чтобы не было такого ощущения, что женщина уже все, а мужчина только начал жить. Именно из-за этого стараются, чтобы женщина не была старше, сильно старше. Но если мужчина понимает, что он не собирается бросать и знает, что когда он почувствует, что много девушек молодых, красивых, а жена все равно дороже, значит, тогда все нормально. Вот в этом проблема только может быть и все. Так все нормально. Вполне так много холостых на улицах Саратова. Нашему сыну 22 года. С 12 лет он на инсулине. Два года назад он решил, что может жить как вздумается, появилось осложнение. Его это не останавливает. Слушать никого не хочет. Что делать? Не знаю. Не знаю, что делать. Лошадь можно подвести к водоему, нагнуть, заставить пить невозможно. Человека невозможно заставить жить. Есть только одно свойство у человека, которое заставляет его жить, это стремление к высшему. Если человек понимает, что его жизнь нацелена к Богу, к высшему, к чему-то чистому, ему хочется жить от этого. Хоть он инсулинозависимый, хоть не инсулинозависимый, не имеет значения. Иногда человеку возвышенным кажется просто защита Родины, допустим. Так Моресев, он выжил, потому что он защищал Родину, он полз просто потому, что он хотел сражаться за свою Родину. И он выжил таким образом. Надо давать слушать лекции духовные, музыку духовную включать рядом с этим ребенком. Может быть у него в сердце активизируется понимание смысла человеческой жизни. Потому что ладно, Бог с ним больной ребенок. Многие люди здесь сидящие даже не сильно так хотят жить. На самом деле мы в основном не сильно хотим жить. потому что мы даже по факту не знаем что такое жизнь. Человеческая жизнь. Мы часто не знаем об этом. Вот смотрите, я сейчас вам легко это докажу. Вот в основном так как человеческая жизнь она предназначена для того, чтобы постичь свою вечную природу и свои вечные отношения с чистым, с возвышенным, светлым, то есть с Богом. С Богом в людях, с Богом с Богом. То есть мы должны почувствовать себя вечным. В этом цель человеческой жизни. Мы родились в необычной форме жизни. Разумное существование означает способность поменять свою жизнь. Но большинство людей, они не понимают этого, что они находятся в состоянии, в человеческом форме жизни, не понимают. Хотите, я вам сейчас это очень легко докажу. разумное существование означает, что человеком вдохновение и высшая цель жизни движет. И он меняет себя с целью достичь этой цели. У него не материальные цели, задачи в жизни, а очень возвышенные. Это не значит, что он не работает нигде. Он работает на жизнь, женится, рожает детей, но это у него не является главной деятельностью. Если эта деятельность собирает у него все время, то он отказывается от такой деятельности и устраивает всю жизнь так, чтобы хватало времени на главное. А главное в человеческой жизни это развитие себя как личности, установление отношений с наставником и так далее. Понимаете, главное это постижение чего-то очень глубокого в сердце. Когда человек живет главным, у него сердце радуется и не нарадуется. Он чувствует, что он не зря живет в этом мире. Не зря. Но большинство людей они чем занимаются? Вместо вдохновения у них в сердце страх, хоть они этого не знают. Когда в сердце страх, то человек чем занимается в жизни, для чего он живет? Он занимается самообороной. То есть он, образований, чтобы получше на работу устроиться. Он ищет получше зарплату, строит себе получше дом, хорошо, чтобы дача и машина хорошая была, получше себе жену ищет. И думает, вот это есть самые главные цели человеческой жизни. И так живут 90 с лишним процентов людей. Но веды объясняют, что это по факту жизнь как во сне. Потому что когда человек такой жизнью живет, то он не чувствует от нее глубокого удовлетворения. Ну протекает эта жизнь. Ну закончил ты институт с отличием. Ну классно. Что дальше? Сколько ты будешь радоваться тому, что ты закончил институт с отличием? Ну порадуешься месяц, потом забудешь. А сколько ты напрягался для того, чтобы закончить институт с отличием? Много лет. Понимаете? То есть выхлоп очень слабый. Очень слабый. И по факту мы обмануты жизнью. Часто бываем обмануты, потому что нам очень сильно втуляют, что надо очень хорошо институт закончить, чтобы меня потом хорошо взяли на работу. А мы сейчас проведем статистику. Вот смотрите, у нас в зале сидит, я думаю, человек 700 уже. Давайте проводим статистику. Статистику это классная вещь. Она все показывает, на свои места ставит. Поднимите руку, у кого аттестат с оценками перед тем, как взять вас на работу, посмотрели хоть раз в жизни. Поднимите руку. Смотрите, смотрите в зал. Из всех 10-15, 10 человек максимум. Так сейчас я скажу одно русское слово. Так нахрена он тогда нужен? Чего мы должны из-за него убиваться-то тогда? Смысл? Видите, как все смешно получается? Но я сейчас скажу больше. Вот настоящие работодатели, они смотрят не на аттестат с оценками, а на личность. есть такой еврейский анекдот. Евреи поймали, начали бить. Он говорит, так я же русский. Он говорит, в смысле? Ну по паспорту говорит, а мы тебя не по паспорту, мы тебя по морде бьют. У меня есть еврейские крови, я могу такие анекдоты рассказывать, все нормально. Так вот, идея в чем заключается? в том, что человек это не по диплому берут на работу. Нормальные люди, у которых мозги работают, они же берут себе человека, а не диплом. Человек означает, хочет работать или нет. Смотрите, что значит человек? Может пять дипломов быть, а работать человек не хочет, ты хоть убей его. Вот не хочет работать. Дальше ответственный и не ответственный, внимательный и невнимательный, честный и нечестный. Это же дипломом никак не купишь. А это главное в человеке. Главное. Честный и нечестный, внимательный и невнимательный, ответственный и неответственный, серьезный и не серьезный, глупый и разумный. Глупые бывают высшее образование имеют. Глупые люди. Они учиться могут, а применять не могут это в жизни. Это все. И надо быть абсолютно тупым, чтобы брать на работу просто по диплому. Это значит, что руководитель туп просто. Все. Надо смотреть на то, кого ты берешь. Допустим, лошадь, когда берут, зубы ей смотрят. Потому что зубы характеризуют выносливость лошади. Человека, когда берешь, надо смотреть ему в глаза. Потому что глаза это зеркало личности. Учиться понимать человека по глазам, по взгляду. Я к чему это все рассказал? К тому, что надо понять, что вот эти категории все, к которым мы так сильно стремимся в жизни, они же бесполезны. Ну допустим, ты построил большой дом, у тебя крутая машина. Что у тебя от этого глубже отношения будут с людьми? Ты будешь больше любить свою жену, своих детей, лучше всех понимать в жизни будешь от того, что ты много всего построил. Счастье это не от того, что у тебя много всего. Спишь ты на 5 квадратных метрах или на 50. От этого что сильно меняется ощущение счастья? У некоторых меняется, но это опять же иллюзия. Потому что счастье это вопрос отношений, глубины понимания вещей, глубины отношений, а это опять развитие личности. Я приведу простой пример. Вот если в городе допустим есть самый богатый человек, вот сейчас он сядет читать лекцию, вы останетесь? Нет? Не факт? Не факт? А я не богатый человек совсем. Я наоборот чаще всего стараюсь отдавать свои средства и живу очень скромно. Мне не хочется этих денег, мне хочется отношений. Видите, вы пришли сюда и мы с вами очень любим друг друга. Вот доказательства. Почему? Потому что счастье человека зависит от глубины его отношений с этим миром и с людьми, а не от того, сколько он сил потратил на того, чтобы статус получить в обществе. еще более печально узнать, что когда человек развивает себя как личность, то у него статус в обществе сам меняется. Он повышается само собой. В зависимости от развития личности статус начинает меняться. Если человек развит, и на работе работает, ему говорят, ну стань мастером, пожалуйста, но остальные все алканавты, а ты нормальный человек. Уговаривают его даже. Потом раз он говорит, ну стань зам директора, ну ты такой классный, нам такие люди нужны. Ведь хорошие это люди нужны всем, хоть хорошим, хоть плохим, понимаете? Ведь все хорошую жену хотят, хоть хорошие люди, хоть плохие хотят хорошую жену, хоть плохие женщины, что хорошие хотят хорошего мужа. Так? Хорошие люди нужны всем, поэтому беспроигрышный вариант развивать себя как личность. Но в нашем обществе культивируются другие ценности совсем сейчас. Они очень сильно доминируют в сознании. А там, где идет другая доминанта в сознании, то сознание поворачивается в этом направлении. Люди не могут жить отдельно от общества, им очень трудно жить в обществе, в котором другие ценности, понимаете? Все на понтах ходят, но ты тоже раз начал на понтах ходить. Ну а куда деваться? Вот сюда смотрите, вот здесь пришли люди, которые хотят жить нормально, по-человечески. Вот знакомьтесь друг с другом, сейчас лекция закончится, познакомьтесь с максимум количеством людей, ищите отношения с настоящими людьми, которые стремятся к работе над собой, к развитию себя. Это цвет общества, это самые лучшие люди. Меня женщина одна девушка спросила, я постоянно знакомлюсь, меня бросают, знакомлюсь, меня бросают. И она правильно вопрос дала, где знакомиться, чтобы не бросали? Не с кем знакомиться, а где уже? Значит, у нее пошло работать здесь все как надо. Я говорю, знаете, вопрос даже не так звучит, где знакомиться, а так звучит, что ты развей себя как личность так, чтобы ты попала в ту среду, в которой с тобой интересно будет таким же личностям находиться. И там ты найдешь свою мечту в этой среде. Стань такой сама сначала, какого человека ты хочешь найти себе. Ты начнешь в этой среде общаться с такими людьми, потому что развитие личности интересно, что у нас основатель социальной психологии как бы в стране Парыгин Борис Дмитриевич что ли, я не помню как его зовут, он интересное открытие сделал, что развитие человека означает, что он меняет один социум на другой. То есть когда он меняет кардинально свое социальное окружение, оно меняется в лучшую сторону, это значит, что он развивается, он шаг в своем развитии сделал, понимаете? То есть надо поменять социальную среду, надо жить в такой среде, где люди работают над собой, у них другие ценности. Зачем отношения строить с людьми, которые хотят только денег, богатства, почета, которые хотят только вот этого. Что с ними строить отношения, что ты от них найдешь, что ты приобретешь в таких отношениях. Ну работаешь ты с ними, ну и работай, нет проблем. Это не значит, что близкие отношения надо с ними строить. Струй близкие отношения с теми, кто живет правильно. Ведах по этому поводу пишется очень просто. Смотрите, там есть сравнения, которые дают аллегории и понимание, что есть что. Потому что просто словами не поймешь. Но если ты с природой все сравниваешь, тогда все понятно становится. Смотрите, два сравнения с природой и становится все понятно, с кем дружить. Первое сравнение. Лебеди и вороны. Вороны чем занимаются? Если что-то запахло где-то жареным, они туда слетаются и начинают каркать друг на друга, орать и растаскивают то, что возможно растащить. то есть они у них много шума, гамма, они друг на друга каркают, много отношений, очень активная жизнь, дружбы никакой нет, могут клюнуть друг в друга. То есть они находятся на свалках жизни. Свалки жизни это где? Это где люди стремятся к деньгам, к славе, это свалки жизни. Там собираются и каркают друг на друга. могут что хочешь с тобой сделать, лишь бы загрести побольше. Лебеди живут только в чистых местах. Там где живет лебедь, там точно химии нет. В чистых местах. Они больше молчат, чем каркают. И они не друг на друга смотрят, а в одном направлении плавают всегда. И они настолько верны, что если один лебедь оставляет тело, то второй скучает о нем и тоже оставляет. У них нет разводов и измен. лебеди красивые птицы. И красота их имеет чистую природу. Не природу вожделения вот такую, а чистую природу, понимаете, благородную. И вот вы думайте и выбирайте, с кем вы хотите находиться рядом. Просто если вы захотите с лебедями на свалке жить, они туда не поплывут. Если вы хотите с лебедями быть, тогда надо другие ценности в жизни сделать приоритетом. Они не делаются сразу, но со временем можно так сделать. Если допустим жадный человек, ничего страшного, постепенно станешь бескорыстным. Нужно направить нужное русло в свою жизнь. и все. Скажут, а зачем быть бескорыстным, Олег Геннадьевич? Зачем? что, так лучше без денег жить, что ли? Понимаете, бескорыстный человек не живет без денег, это заблуждение. Он так же имеет деньги, как и корыстный. Просто корыстный человек, он возбуждает против себя среду и постоянно с ней борется. Это называется борьба за существование или конкуренция. А бескорыстный человек, он понимает, что сколько положено ему по судьбе, столько и он получает. Допустим, врач очень хорошо лечит людей, и он не думает о деньгах совсем. Что, у него не будет пациентов? Что, у него не будет возможности получать зарплату? Что, он не будет от пациентов получать деньги? Они его будут всегда обманывать, что ли? Конечно, нет. Это просто сказки все. Смотрите, два варианта привожу. Один вариант, человек все время думает о зарплате, он работает и думает, когда же зарплата? Второй вариант, человек работает и просто счастлив, он делает пользу, приносит своим пребываниям, всем сотрудникам, работает тоже с пользой, хорошо работает, от этого счастлив. Приходит время, он получает, и тот получает зарплату, и этот, но этот всю жизнь себе выносил мозги целый месяц, а тот просто был счастлив. В этом разница между жадным и нежадным человеком. Жизнь точно такая же, веды говорят, сколько тебе положено по судьбе, столько получишь, не волнуйся, но если ты думаешь об этом, то ты напрягаешь свою судьбу и лишаешь себя счастья, потому что по факту, кто такие нищие люди, посмотрите, чем они отличаются от остальных. Они очень жадные, они постоянно хотят денег. А? Злые и жадные, тяжелая карма, тяжелая судьба означает, нет благочестия, быть благородным человеком. Видите, в этом тайна жизни заключается. Когда человек о высшем благе думает, то все помогают ему жить. Когда человек думает о своем благе, все мешают ему жить. Так зачем же тогда печалиться о своем благе? Вот девушка хочет замуж выйти, допустим, да? Она такая, это самое ужасное, когда девушка хочет замуж выйти. Хуже не придумаешь вообще, жизни ее не удалось совсем. Как она выглядит, такая девушка? «Ой, ты дурочка моя, трубодурочка, да чего же исхудала фигурочка, я заботами тебя хочу, ничего я не хочу». Ну ладно, встретился трубодур, допустим, встретился. А она сильно замуж хочет. И она даже понять еще не успела, он трубодур или просто дур. Вот. И она раз и принадлежит ему уже. А если мужику вот так вот досталось, то он не ценит. никогда. Он раз ее и я тебе дарю весь мир. Почему так произошло? Потому что жадность фраера сгубила. Веда объясняет, чем больше человек привязан к объекту своего счастья, тем меньше счастья этот объект ему принесет. А больше страданий. Так всегда работает этот закон. Хочешь денег, деньги принесут страдания, потому что деньги становятся сверхценной идеей, и там найдется всегда парочка тех, кто тебя разведет на эти деньги. помните, помните, ну, даракане нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Лапти в тубы-тубы. Этим занимаются все банки. Это лотерея, спорт лотовый, конный спорт, ипотека, то же самое. Хочешь квартиру? Нет проблем, два раза дороже. И нам пишут 11%, но мы часто считать-то не умеем, и не знаем, что значит 11%, потом считать начинаем, денег заплатил за дом в два раза больше, вот классно обманули. 11%, это значит в два раза больше. Посчитайте. То же за год-то получается 100%, даже больше. Эх, рассекретил банки, простите меня. Выключайте свои эти все дела. Потому что у нас сейчас очень серьезная работа будет, групповая. Мне присутствие каждого человека очень важно. Выключайте мобильный телефон, и кто-то зазвонит. Звонить будут самый неподходящий момент, потому что мы с родственниками связаны, с близкими людьми связаны. Когда заметили, что когда вы очень вкусно кушаете, обязательно кто-нибудь позвонит из близких. Почему? Потому что они тоже хотят вкусно кушать. связь же идет, и их зудить начинает. Но надо ему позвонить. Поэтому когда что-то происходит, очень важно, надо мобильный телефон выключить для всеобщего блага. Выключайте давайте все мобильные. Если вы не выключите, у вас обязательно зазвенит. Вам будет стыдно потом. Вы же из Питера, а из Питера такие все очень культурные, образованные люди. В отличие от меня. Ну ладно, хочу вам кое-что сказать. Для меня очень ценное. У меня есть один удивительный друг, ученик, который долгое время сначала жил как монах у меня, учился. Потом у него открылись глубокие такие способности к постижению мира, к чтению лекций. Он очень молод, но он очень разумен. И так получилось, что люди чувствуют, кто есть кто, и начали ходить на его лекции. Это Евгений Коинов, он приезжает 22, 24, 25 ноября. Будет семинар называться «Сильнее смерти». 22 ноября. 24, 25 тренинг «Могущество звука». Приходите. Я не знаю, во сколько здесь написано. Это, наверное, надо на стенде там где-то посмотреть информацию. Я, к сожалению, не смогу ответить на все ваши записки, потому что у нас есть тема лекции, и время уже пришло ее читать, к сожалению. Поэтому мы сейчас будем погружаться в эту удивительную тему самосовершенствования. так. Спасибо.